Я хочу с вами поделиться историей Библии, я хочу поделиться историей Ионы, это, знаете, моя самая любимая история Писания, конечно же, сам человек, Ионы, не самый мой любимый друг, но на самом деле, потому что он такой, знаете, всегда жаловался, такой вот, он не такой, знаете, не хорошая модель для подражания, но эта книга была написана специально для вас, для меня и вас, и на тебя. И когда мы читаем книгу про Орока Ионы, это история про тебя, и потом увидишь, что в конце четвертой главы Бог спрашивает постоянно у Ионы, и тот, который кричал перед Бога, это не был какой-то Ионы, это был ты и Я. Да, я просто хочу, чтобы пастор читал, просто в 1-й, можете перечислить его и сказать, «Ваку!» Да, поделись у соседу и скажи, «Просыпайся!» Я люблю, что Бог говорит, что Джона в главе 1, 2. Мне нравится, что Бог говорит Иоанне, первая глава, во втором стихе, он говорит, иди в Миневию, потому что из злости и грехи дошли до меня. Проще говоря, Бог говорит, так, Миневия, иди туда, потому что я хочу, чтобы ты их спас. Ты им рассказал истинно. Мы должны задать себе вопрос, почему Бог посылает Иоанна в эту страну? Потому что, допустим, ты не из Южной Кореи, поэтому я тебя отправлю в Южную Корею, или что? Просто ответ такой, потому что Бог переживает за этих людей. Я хочу, чтобы ты сказал этим людям, что ты не из Южной Кореи. Мне не нравится то, что они живут без меня, то, что они живут во грехе. Пойди туда и скажи, что я с ними собираюсь делать из-за их грехов. И что сделал Иоанна? Он убежал. Иоанна не понимал, что на сердце у Бога не понимал, что Бог чувствует насчет этих людей. И потом мы все знали, что дальше произошло. Потому что, в основном, он был заданным, и его заданным было рассказать правду Иоанна. У него было задание, простое задание. Пойди в другую страну и расскажи на месте. Это было его единственное задание, которое он должен был сделать. И он не хотел это делать. А если что, а вдруг вы здесь в Корее просто для этого? А что если вы в этой школе именно из-за этого? А что если вы там, в этой футбольной команде, там, в баскетбольной команде, только для этого? Танцевальная команда. Церковь. Там, где ты живешь. Потому что, если Бог любит этих людей, тогда мы тоже должны их любить. И я должен сказать, насколько Бог их любит. Потому что я понимаю. Потому что я сейчас переживаю эту Божью любовь. Потому что вы знаете, какой Он Бог. И вы знаете, какой Он великий. Что происходит, когда, допустим, мы едим вкусную еду? Я позвоню сразу своему другу и говорю, H&P. Слушай, а там такая классная еда. Такой ресторан. Классный. You've got to come and try this food. I'm telling you, your life will never be the same. It's amazing food. Это такая еда, что у тебя жизнь изменится просто после того, как ты покушаешь. What happened when you go to watch a good movie? Допустим, кто идет и вы посмотрели хорошее кино. You go back and tell your friends that, hey, let's go to watch a movie. You must watch this movie. This movie is amazing. И ты говоришь, видишь такое кино. Ты должен посмотреть это кино. Такое крутое. What happened if you find out one of the best game you've ever played? Ну или, допустим, вы скачали какую-то мега-классную игру. You go, you take your friends, hey, come on. You've got to play this game. You've got to try this game. Или подходишь к другу и говоришь, слушай, закачай себе тоже. Попробуй эту игру тоже. Why? Почему? Because we love introducing good things for our friends, for people we love. What we care. Нам нравится знакомить наших друзей, любить наших друзей с хорошими вещами. But ask yourself a question, why is not the same about Jesus? Тогда задай себе вопрос, почему насчет Иисуса у вас все не так? I know how good he is. Я знаю какой хороший. I know how amazing he is. Я знаю какой великим. Why not telling my friends, hey, come and see Jesus.